Всем привет-привет! В этом видео хочу с вами поговорить о своем татуаже бровей. Да, у меня татуаж бровей. Я знаю, сейчас многие будут писать под видео, какой кошмар у нее татуаж бровей, ууу, какой кошмар у нее ботокс в губах, ууу, я бы не стала доверять такой девушке, у которой силиконовые губы и открыто декольте в камеру. Да, вот, я вот, видите, какая вся плохая у меня еще оказывается татуаж бровей. Так вот, перейдем к сути. Я вообще не стесняюсь ничего, могу сказать вам хоть у меня там, я не знаю, хоть что, если я это делала. Поэтому я, естественно, такая, какая я есть, и мне вообще по барабану, кто, у кого какое мнение, кто против вот этого всего. Поэтому хочу вам просто рассказать и поделиться опытом, тем более одна девушка очень сильно меня просит, чтобы я рассказала о своем татуаже, потому что она собралась скоро делать этот татуаж себе. Так вот, я постараюсь сделать это видео коротким, конечно, извиняюсь опять за мое такое вот вступление, потому что меня некоторые факты очень сильно возмущают. Кто понял, тот понял. Вот. И, так, начну с того. Брови мои сейчас вы увидите, какие были раньше. Пум. Так. И, конечно же, я пошла со своей мамой. Честно, знаете, может лет 8 назад, если не 9. Ну, у меня мама тоже молодец, повела дочку маленькую, ну, не можно сказать, не маленькую, сколько мне тогда было лет. Наверное, лет 16, 17, 18. Наверное, 18 мне лет было. Поехали, пошла со мной татуаж бровей делать. Она у меня такая, если я что-то захотела, то она, в принципе, мне не перечила никогда. Не знаю почему, вот такая у меня мама хорошая. Вот. И мы пошли с ней вдвоем еще на пару делать какой-то салон. Там, знаете, так полистали. О, татуаж бровей, объявления, все, пошли. В общем, мы, помню-то, пришли, она нам отметила вот это вот все, правильность моей брови. И мы с ней вот так вышли с мамой. Вот с такими бровями. У нас уже еще такие носики у всех в роду. И мы вот с ней такие выходим, такие две турчатки, друг друга смотрим. И такие говорим, ммм, как нифигово. И такие, знаете, 3 года или 4 ходили как звезды. Нам казалось, что это очень шикарно у нас брови. Ну, просто супер. Пока я там не повзрослела, не стала уже... Вообще, я всегда считала, что все, что я не делала там с самой собой, тут все так клево было. А потом через некоторое время я осознавала, что это такой бред, кошмар просто. Так вот, вот мы сделали эти брови. Прошло 3 года или даже 4. Я начала такая более-менее узнавать моду туда-сюда, потому что раньше я была колхоз, вообще темный лес. Вот, и поняла, что у меня неправильные брови, что они какие-то грубые, грубят, выделяют мой нос и так далее. Потом меня судьба свела с одной женщиной, очень сильно классной, Леночкой Жуковой. Я даже сейчас ей сделаю рекламу, но ей грех не сделать рекламу, потому что она просто самый лучший мастер на свете, по крайней мере, в Алма-Ате. Так вот, у нее, конечно, стоит это все недешево, но зато у нее результат налицо. Она, во-первых, выводит вашу татуировку, она вывела мой старый татуаж лазером. Все это было несколько этапов, оставались вот такие усики красного, сосудолокнувшие усики. И она мне переделала полностью брови, она мне нормально сделала. Красивые, ровные, тоненькие, они такие были толстые. Она мне сделала оливкового цвета, кому было интересно. И не то, чтобы оливково-зеленый, а знаете, вот такой он был коричнево-оливковый. Кто знает, тот понял. Так вот, можете наблюдать. Вот эта часть начала, то есть бровей, у меня с волосами моими, но они такие реденькие. Дальше у меня вот отсюда уже нет волос, лысая все. Как один парень сидит и говорит, а зачем вы сбриваете брови? Это было очень давно. Мы с подружкой сидели, пошли на свидание с двумя парнями, или я не помню. Сидим такие, и один такой на нас смотрит, а у нее тоже татуаж бровей. Но у нее вообще не было волос, она постоянно их выщипывала. А у меня тут еще какой-то пушок, ну, и он так на нас смотрит и говорит, а зачем вы сбриваете брови? Я до сих пор не могу забыть эту фразу, на меня веселит. Так вот, вот тут у меня лысо получается. Потому что моя натуральная форма, она, наверное, вот так вот, низко. Ужасно просто, действительно вот так вот, в такой высоте. Ну, вы, наверное, видели фотографии. Вообще брови меняют внешность очень сильно, поэтому правильно скорректированные брови, это вообще улучшит вашу жизнь навсегда. Так вот, я нам не сделала такие брови. Что еще сказать вам? А, у меня, в общем, татуаж не волосковый, а единый целый, единая масса, как сказать правильно. Все это у меня как будто карандашом нарисовали, ну, все это так растушевано хорошо, нечеткая вот эта грубая линия. Нет, это все вот так вот расплывчато, размыто и не темно. И советую вообще всем-всем-всем, даже у кого черный цвет волос, не делать черный татуаж. Потому что это очень сильно грубит лицо, выделяет нос, очень сильно грубит ваше лицо. Делайте ее каким-нибудь вот таким, либо коричневым, либо, вот как у меня, вот этот оливково-коричневый цвет. И старайтесь не делать сильно толстый, потому что они тоже будут вас грубить. И не делайте сильно близко. Вообще, сначала, пойдите к хорошему визажисту в вашем городе, чтобы она вам нарисовала брови. Попросите, она очень красиво вам оформит бровь по сверху, какой вам цвет лучше выбрать. И нарисует правильно, какая должна быть у вас форма бровей. И вы посмотрите, нравится вам, не нравится. Если вам нравится, то вы идете с этой же нарисованной формы к вашему мастеру, кто делает татуаж. И он по ней будет вам рисовать. Это самый идеальный вариант. Если вам не понравился один визажист, как сделать, идите к другому. Но зато вы сделаете себе татуаж. Это же надолго, это на несколько лет. У меня, например, этот татуаж, она сделана, по-моему, на 5 лет. Он у меня уже, конечно, начинает сираться в некоторых местах. И я корректирую карандашом, подправляю. Но это само собой. Тем более, когда делаешь тон на лице, все брови тускнеют. И по-любому делаешь их ярче при помощи карандаша или теней. Так вот, обязательно сходите. Пусть вам красиво нарисуют ваши, какие у вас должны быть брови. Даже если это выше ваших натуральных, ничего страшного. Вообще, конечно, лучше. Если у вас свои красивые брови, волосы, вот эти вот волоски прям густые. Ну, конечно, кого не одарил бог от природы вот этой густыми бровями, то о чем тут речь? Конечно же, идите и делайте татуаж, если у вас такая проблема. Ну, а хотя сейчас тоже делают разные коррекции красиво, когда красят брови, даже вот эти ваши мелкие волосинки, пушок, они тоже прокрашиваются и получается, как бы у вас такая густая бровь. Ну, вообще, смотрите сами, это дело ваше. Но я советую сто раз отмерить и один раз отрезать. Все, спасибо. Пока-пока. У кого есть вопросы, пожалуйста, оставляйте под видео, я отвечу. Пока-пока.